ну что ж дорогие друзья здравствуйте мы начинаем работу немножко раньше чем положено но тем не менее почему до сих пор не официально не введен карантин а вместо него людей ограничивают какой-то повышенной готовности антон хороший вопрос я думаю что причина очень проста существует юридические нормы карантин вводится по представлению главного санитарного врача главного санитарного врача есть инструкции по моему написано еще с советских времен о том в каких условиях можно вводить карантин я подозреваю что это не только угроза эпидемии это еще и угроза и и предэпидемии пред и эпидемиционная извините состояние когда существует угроза эпидемии извините еще не до конца проснулся вот но вероятно главный санитарный врач города москвы все-таки является врачом несмотря на все усилия по ликвидации медицины и сегодняшние проблемы с коронавирусом это проблемы с уничтожением здравоохранения а нет не превышен не эпидемиологический порог не превышенная думаю пороги предварительные которые юридически позволяют ввести карантин и он наверное отказывается нарушать ну если не закон то действующие нормы и отказывается наводить тень на плетение поэтому вместо режима карантина вводится режим так сказать подготовки чрезвычайной ситуации который на самом деле предусматривает не предусматривает угрозы эпидемии он предусматривает некие размытые природные явления естественно эпидемию можно включить в категорию природных явлений а если решить что коронавирус создан а значит искусственно то и можно включить состав техногенной катастрофы но это притянуто уже даже не за не за уши но согласитесь что люди которые сознательно уничтожают здравоохранение люди которые сознательно уничтожают образование и проводят политику дебилизации общества но во первых эта политика дебилизации общества влияет на них самих они тоже частью общества пусть даже отгородились от общества в рублевско-куршеверском федеральном округе и они тоже утрачивают способность к мышлению как такового и мы видим это по их действиям а с другой стороны чихать они хотели на закон совершенно откровенно поэтому если главный санитарный врач москвы вдруг решил проявить изменяемость но значит удаляем гланды через филейный проход то что это с юридической точки зрения может быть признано незаконным это ни для кого не основание потому что а суды не работают и б это при лужкове лужкова можно было выигрывать московских судах я знал людей которые знаю по примеру одного человека который выиграл лужкова московских судах правда в 90-е годы не в нулевые а у собяина выиграть московских судах нельзя поэтому нарожен коллеги прошу не лезть в москве а милиция полиция извиняюсь она уже давно не милиция конечно может проверять людей которые ходят по 2 и больше одиночек их методичка проверку пока не предусматривает посмотрим что будет дальше ну и могу сказать что сколько я не гляжу в окно скажем так политкорректно ну и я вынужден по некоторым обязательным функциям перемещаться по москве если если это предельно ограничиваю но чтобы не сорвать эфир приходится перемещаться иногда я должен сказать что ни одной полицейской машины я не видел полицейские есть метро это правда причем они усиленными группами и ситуация с безопасностью в метро таскать полностью обеспечивается ситуация с безопасностью на улицах когда я думаю через недельку начнется ломку наркоманов она так сказать визуально ее обеспечивать неким не одной пмг помогайте патрульной мобильной группы раньше по дворам всегда крутились автомобили с полицейскими сейчас ни одной такой машины я не вижу вот и глядя из окна на улицу мне довольно оживленная улица под окном проходит тоже 1 2 машины проехали за весь день и то с мигалками по каким-то вызовом вот это наблюдение реально да и насчет коронавируса вопрос об иммунитете открытый но у нас дикое количество людей переболела ровно этими симптомами с октября месяца поскольку диагноз ставить некому изучать что это такое некому мы не знаем тот это вирус или не тот но с высокой степенью вероятности можно предположить что все-таки тот естественно сторонники разжигания истерики кричат что нет 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 это невозможно я просто напоминаю что это те самые пропагандисты которые нам десять лет рассказывали что здравоохранение должно быть уничтожено в советском виде должно быть оптимизировано и вот они до оптимизировались швеция голландия посмотрим на их эксперимент про голландию честно говоря не знаю но шведам я вполне доверяю это очень разумно в вопросах внутренней жизни государства ждать введения чрезвычайной ситуации или нет ждать нужно худшего поэтому ждите потому что московские власти очевидным образом не смогут совместить свою идею с qr-кодами с отсутствием смартфонов большого количества населения это не только пенсионер я своими глазами видел людей которых до сих пор обычный телефон вполне взрослых вот и более того никакой законодательной базы для ведения чрезвычайной ситуации нет для горни для жесткого ограничения передвижения людей потому что карантин они ввести скорее всего но много не могут ввести карантин для этого нужно сломать последних профессионалов которые каким-то волшебством еще уцелели в сфере здравоохранения понятно что их можно сломать или вводить режим чрезвычайной ситуации я думаю что через некоторое время введут потому что это производит впечатление истории кистей истории политической они эпидемиологической они решают вопрос о власти обратите внимание что еще путина нет и не видно надеюсь что у него все хорошо со здоровьем надеюсь что еще остается президентом нашей страны но больше 100 рублей я на это не поставлю в свете реальной угрозы обесценения денег побьет ли украина все печальные рекорды италии в противостоянии с коронавирусом нет никогда не побьет украина рекорды италии потому что в италии есть врачи в италии есть кому ставить диагноз на украине как я понимаю диагноз ставить некому поэтому будут ставятся диагнозы только в политических целях ну или в отдельных местах где врачи еще по недоразумению не ликвидировал вот с другой стороны вот откуда взялись печальные рекорды италия вот обратите внимание смертность в италии не выросла смертность в италии не выросла марте месяц а смертность от коронавируса зашкаливает все почему потому что коронавирус это форс-мажор если человек умирает в силу там сказать каких-то заболеваний то это у него прописано заболевания хронически развиваются долго люди получают небольшую страховку если страховали а если человек умирает от коронавируса это форс-мажор страховка большая вполне прилично поэтому диагноз поэтому все умираемые если у человека есть малейшее подозрение на коронавирус он оформляется как погибший от коронавируса поэтому как я понимаю не проводят вскрытие поэтому выдает урны с прахом без медицинского заключения без медицинского исследования и так далее и на самом деле когда умирает человек с букетом хронических болезней вот у нас сейчас недавно трагически скончался безвременно скончался погиб человек возрасте 90 лет без всякой иронии у него букет хронических заболеваний он умер от чего от коронавируса коронавирус обострил эти болезни если бы это был обычный сезонный грипп он бы тоже обострил эти болезни да конечно вы тоже обострил эти болезнь. Но никто бы не скакал по этому поводу. Печальные рекорды Италии и Нью-Йорка. Шоковые картинки, которые мы видим. Половина этих картинок фейки уже разоблачены. Штабеля гробов. Это, оказывается, было крушение парома на юге Италии. С другой стороны, если вы всех больных начинаете сводить даже с одного города в одну точку или в две точки, естественно, вы получаете в этих точках ад. Если вы уничтожили по всему городу инфекционные отделения, скажем, как в Москве, инфекционные больницы, и потом начинаете всех больных сводить в одно место, вы получаете ад. Врачи обратились за помощью к волонтерам, студентам, медикам, ординаторам, когда было 199 больных на всю Россию. Потому что уже эта единственная больница захлебывалась. Или две там больницы было в тот момент. Почему я состою в «Справедливой России» и КПРФ все же более коммунисты? Потому что «Справедливая Россия», на мой взгляд, более коммунисты, чем КПРФ, и по крайней мере не такая... Я здесь Юганов, с моей точки зрения, предатель. Я знаю близких мне людей, которых предавали по многу раз. Именно предавали. Не обманывали, не кидали, скажем, как меня. Просто предавали. А Миронов людей не предает. У него не все получается. Другой разговор. Но он не предатель. Это существенно. Раньше назначали на руководство сельским хозяйством, теперь руководство борьбой с вирусом. Но у нас для руководства чем бы то ни было есть одно категорическое условие. Чтобы чем-то руководить, человек в этой сфере должен не понимать ничего. Это категорическое условие. На мой взгляд, это условие, в принципе, выполняется.